Почему Кудрявцева ушла от хоккеиста Игоря Макарова, виноват не только алкоголь. Новогодние каникулы, проведённые блондинкой в Дубае с её дочкой, но без Игоря Макарова, вызывают недоумение у поклонников. На прошлой неделе Лера Кудрявцева не смогла больше скрывать разрыв с хоккеистом, с которым они жили вместе с 2012 года. Вопрос возникает, что могло привести к распаду их отношений, учитывая отсутствие серьёзных конфликтов, разницу в возрасте, наличие двух нянь, помогающих воспитывать ребёнка и достаток. Однако тревожные звоночки начали появляться в 2022 году, когда Лера начала давать негативные отзывы о своём муже. Мужчины стали слабее, а органы появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытие, не все, конечно, но многие, то, что вижу я, к сожалению, мужчины мельчают. «Дома всё делаю я, на самом деле у нас история попроще, всё хозяйство на мне, а у Игоря есть человек, который ему помогает. Мужские дела делятся на две половинки, делает и муж, и помощник, рассуждала телезвезда». Лера всегда была финансово независимой, каждый из супругов носил свой вклад в семейный бюджет, а вопросы о крупных покупках решались совместно. В то время Игорь получал больше, чем Лера, однако ситуация изменилась после того, как он решил завершить свою профессиональную карьеру. Когда Макаров искал своё новое призвание, Кудрявцева продолжал успешно получать гонорары на телевидении. Теледива также обдумывала возможные изменения в их отношениях. «Когда ты долго замужем, любовь остаётся, а страсть проходит, но это даже по физиологии неправильно, просто всё спокойно. Игорь в принципе никогда не был романтиком, я ему как-то говорила, ну давай, пригласи меня на ужин со свечами, а он, Лер, хватит, какие свечи? Он не из этой истории, у нас романтизма-то и нет, у нас рутина, быт», — отметила ведущая. Что касается возрастной разницы, Кудрявцева всегда с лёгкостью насмехалась над тем, демонстрируя великолепное чувство юмора. «В нашей паре он старик, а я молодая, он дома сидит, ему ничего не надо, нудноватая разница в возрасте, это только цифры», — подчёркивала блондинка. В то же время на прошедшем дне рождения Леры в караоке-баре ни один из посетителей не сомневался в идеальной гармонии, царящей в отношениях между супругами. Игорь буквально носил свою жену на руках, что вызывало у всех лишь восторг. Благодаря этому многие подписчики начали сомневаться в верности Макаровой, иначе ведущая не стала бы так решительно объявлять о разрыве. В то же время другие продолжали подогревать тему возможного мезальянса, ведь помимо комментариев о вреде алкоголя телезвезда не предоставила хейтерам оснований для размышлений. Субтитры создавал DimaTorzok